Борьба с коррупцией. Главное условие, при котором Соединенные Штаты продлят помощь Украине, в том числе и военную. Об этом заявили американские чиновники и конгрессмены во время переговора в Вашингтоне с лидером движения «Справедливость» Валентином Наливаченко. Все подробности в материале из американской столицы. Кулуары Конгресса словно интерьеры из сериала «Карточный домик». Длинные коридоры, кабинеты сенаторов. Только вот в отличие от кино, жизнь тут реальная и проблемы реальные. К примеру, в эти дни все военным бюджетом Америки заняты, где и помощь Украине тоже предусмотрена. Биззи тайм. Напряженное время, слышишь тут от каждого. Но возможность встретиться с теми, кто приезжает из Киева, здесь находят всегда. И очень хорошо осведомлены обо всем, что происходит в украинской столице. Глибоко в материале. Потому что я встречался с теми членами Конгресса и коронавирусом Держдепартаменту, подразделем Держдепартаменту, которые как раз и опекаются питанием Украины. Все знают, все понимают. Американские партнеры добре обозначены с ситуацией. Речь в первую очередь о борьбе с коррупцией. Валентин Наливайченко признается, услышал слова о беспокойности и на Капитолийском холме, и в неформальных разговорах с политиками. Говорит, в Госдепе с ним поделились. Зачем сейчас прилетел в Украину человек, заменивший знаменитую Викторию Нуланд. Помощник гостекретаря по делам Европы. Вес Митчелл. А от его руководства тут, в Держдепартаменте, в Вашингтоне, мы слышали и знаем, с какими позициями пан Митчелл приехал в Киев. Позиция первая и главная. Навести власть в борьбе с коррупцией. Створить антикоррупционный суд. Политик услышал в ходе своих встреч. В американском Конгрессе по-прежнему очень сильна поддержка Украины. Причем в обеих партиях. Не важно, демократы или республиканцы. Но и условия теперь уже открыто озвучивают. Наливаченко говорит, в ходе этой поездки познакомился еще и с Куртом Волкером, спецпредставителем по Украине. Приоритет – освобождение украинцев, оказавшихся в плену или в тюрьмах. И в Вашингтоне эту позицию разделяют. Так что, несмотря на то, что Конгресс занят бюджетом, а Белый дом разгребает скандалы и отбивается от прессы, украинская тема при Трампе не ушла из списка приоритетов. Просто для того, чтобы она в этом перечне осталась, и страна должна тоже многое делать. И эту фразу сейчас услышишь от каждого украинского политика. Кто бы ни приезжал в Вашингтон, чтобы провести здесь встречи. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.